Добрый день! Вопрос из области искусств, так сказать, точнее кинематографа. Зритель спрашивает, известный персонаж из «Молчания ягнят» Ганнибал Лектор, врач-психиатр, маньяк-убийца, людоед, может ли быть такое в действительности, то есть ли может человек высокоинтеллектуальный, высокообразованный, быть маньяком-убийцем-людоедом при крайне низком уровне эмпатии и его отсутствии, как пишет автор письма, при этом быть успешным и хотя бы квалифицированным психиатром. Ну, на самом деле, ничего взаимоисключающего здесь нет. Во-первых, начнем с того, что уровень эмпатии, если мы берем герой Энтони Хопкинса, он не такой уж и низкий, то есть у него как раз-таки есть эмпатия по отношению к Старлинг, у него есть эмпатия по отношению к тем или иным людям, то есть он же не всех подряд там ест, он ест только плохих людей, грубых людей, которые оскорбляют его эстетическое чувство. Это, правда, совершенно не характерно для каннибалов, которые в основной своей массе являются как раз-таки, наоборот, людьми крайне примитивного склада. Но, тем не менее, если мы берем именно вот того героя, которого, на мой взгляд, просто гениально сыграл Энтони Хопкинс, то такой персонаж, в общем-то, вполне возможен. Во-первых, как я сказал, у него не отсутствует эмпатия, она у него крайне избирательна, извращена, но, тем не менее, она, безусловно, присутствует, она значима. Вот. В конечном итоге вы помните, что в последующей серии он даже себе руку отрубил, а не к Ларисе. Вот. Поэтому, во-первых, эмпатия есть. По поводу успешности и квалифицированности. Ну, во-первых, квалифицированность психиатра, она совершенно никаким образом не связана с его эмпатией. Даже если бы у него вообще не было никаких эмпатических чувств, то знать огромное количество информации по психиатрии. Уметь ими оперировать вполне можно. У меня вот был один учитель, гениальный диагноз, с моей точки зрения, но вот из пациента, из его кабинета выходили в слезах и соплях практически всегда. То есть он настолько не эмпатично, настолько холодно и жестко ковырялся в их психике, что лечиться у него не хотел абсолютно никто. То есть это было очень травматично для пациентов, но это было очень значимо диагностически. Был ли он жестоким человеком или садистом? Ну, я бы не сказал, что он получал прямо от этого какое-то удовольствие или наслаждение, но сопереживать пациентам он совершенно не сопереживал. Но как диагност, как диагност он был, безусловно, блестящим человеком, специалистом. Так что эмпатия здесь не является для диагностики, не является важным. Если мы говорим о лечении, то да, в качестве терапевта, конечно, такого бы вот холодного лабораторного ученого, который препарирует психику пациента, вряд ли кто-то захотел бы иметь. Слишком уж это болезненно и дискомфортно. Но как ученый, в общем-то, он вполне мог работать. С учетом того, что на протяжении всех, по-моему, этапов вот этого произведения по поводу каннибала-лектора, он нигде не занимался практикой, так частной как таковой, то, в общем-то, никаких проблем для существования такого персонажа в действительности, соответствующих характеристикам данным в произведении, я, в общем-то, не вижу. Да, это вполне возможно. Хотя именно такая комбинация, как я сказал, каннибализм и утонченность эстетика, интеллектуальность, эрудированность, интеллигентность. Это, конечно, достаточно редкое сочетание. Как правило, каннибалы все-таки люди не слишком утонченные. Вот то, что можно сказать по вашему вопросу. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok